Должниками считают те, кто в течение двух месяцев не оплачивает счета за тепло и горячую воду. По словам специалистов Сочи Теплоэнерго, в Азербайджанском районе Сочи таких свыше двух тысяч. Из-за этого предприятие недополучило более 15 миллионов рублей. Единственный досудебный способ борьбы с должниками – это разъяснительная беседа. Однако застать неплательщика дома не так-то просто. Здравствуйте, а соседей дома не знаете? Ой, ни разу не видела. А давно? Я вообще-то в гостях. Я верю, лежу. А нету хозяева? Хозяева нет на работе. На работе? А когда бывает? Нет, вечером, поздно. Бывает, по адресу прописан один человек, а на деле проживает гораздо больше. Если в такой квартире нет счетчика, образуется общий домовой перерасход горячей воды. Например, как получилось с этой квартирой по адресу Переулок Павлова в доме номер 8. Здесь зарегистрирован один человек, а по факту проживает два. За ним образовался долг в размере 20 тысяч. В итоге страдают и те, кто исправно платит за коммунальные услуги. И это совсем несправедливо, жить за счет других. А в этой квартире долг превысил 40 тысяч рублей. Специалисты уже несколько раз приходили в гости, но все тщетно. Поэтому перекрыли хозяйки подачу горячей воды. Крайней мерой работы отдела по задолженности является отключение. То есть, когда человек не идет на контакт, отрицает сумму долга, которая является обоснованной, не желает оплачивать и не идет на соглашение по рассрочке, предупреждаем его об отключении от горячего водоснабжения и проводим эту процедуру по отключению. Размер долга, как и причины неуплаты, разный. Есть безответственные жильцы, которым выгодно, чтобы их расходы оплачивали соседи. А есть семьи, которые находятся в трудном финансовом положении и попросту не могут погасить всю сумму долга сразу. Коммунальщики идут на встречу таким должникам. Есть возможность заключить договор с предприятием о рассрочке платежа на год. Для этого необходимо прийти в теплосети с паспортом и заполнить необходимые бумаги. Специалисты Сочи Теплоэнерго обращаются ко всем жителям, пойти на диалог и решить проблемы вместе. Игорь Кыр по телекомпании ФКТ